МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество граждан России, решивших открыть своё дело, стремительно растёт. На сегодняшний день зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя может практически каждый россиянин. Так, на сегодняшний день по разным оценкам количество зарегистрированных граждан в качестве самозанятых превысило отметку в 9 миллионов, а в качестве индивидуального предпринимателя – 4 миллиона. В этом выпуске заместитель начальника Центра поддержки предпринимательства Центра «Мой бизнес» по Карачао-Черкесской Республике Диана Унежева расскажет о различиях между самозанятыми и индивидуальными предпринимателями и о том, как зарегистрировать своё ИВ. Давайте начнём с того, что объясним нашим издалителям. Отличие статуса индивидуального предпринимателя от статуса самозанятого. Главное отличие самозанятого от ИП в том, что самозанятые ограничены в видах своей деятельности. То есть они не могут перепродавать товары, они могут только продавать продукцию, которую создают сами. Также отличием является то, что они не сдают никакие отчётности, они не уплачивают никакие страховые взносы, только если в добровольном порядке. То есть они имеют на это право, но не обязаны. Также ограничивается доход. То есть они могут в год получать до 2 миллионов 400 тысяч. То есть если эта сумма превышается, они уже обязаны вести свою деятельность как индивидуальный предприниматель. А вообще какие преимущества предоставляет регистрация в качестве индивидуального предпринимателя? Преимуществ на самом деле много. То есть индивидуальные предприниматели могут заниматься почти всеми видами деятельности. Они могут нанимать сотрудников. Им разрешена сертификация. То есть если они, например, хотят выйти на маркетплейсы, разместить свой товар, им необходима сертификация, они могут спокойно ее получить. Например, самозанятые этого сделать не могут. Также преимуществом является выходной экспорт найм сотрудников. То есть это если уже доходы большие, большое производство, то там нужны сотрудники. То есть самозанятый, он может работать только в пределах своей страны? Он не может выходить за пределы России, допустим? Да, на данный момент экспорт самозанятым не предусмотрен. Что нужно вообще сделать, чтобы зарегистрировать свое ИП? Для регистрации ИП нужно подать заявление в налоговую службу. Для этого можно обратиться к нам. То есть центр «Мой бизнес» может в рамках программы одного окна МФЦ оформить заявление для открытия ИП. То есть для этого нужно только два документа. Это паспорт в оригинале и ИНН. Вообще в какой форме это все проходит и в какие сроки? То есть вот я обратился, через сколько мне заинвестируют ИП? Мы оформляем заявление в электронном виде. То есть это говорит о том, что госпошлину уплачивать не нужно. Открывается ИП в течение пяти рабочих дней. То есть от двух до пяти рабочих дней. Главные требования к индивидуальным предпринимателям – это, конечно же, уплата налогов. Это сдача налоговой отчетности, заполнение деклараций. В целом сама бухгалтерская отчетность, она как организована, чем-то отличается от обычных фирм, допустим, бюджетных организаций? Как она должна быть организована? Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, индивидуальные предприниматели имеют право не вести бухгалтерский учет, не сдавать бухгалтерскую отчетность. То есть они это делают по собственному желанию, чтобы систематизировать данные свои, то есть прослеживать свои доходы, расходы. И в дальнейшем это упрощает заполнение той же налоговой декларации и сдачи налоговой отчетности. То есть найм бухгалтера не является обязательным, то есть индивидуальный предприниматель может сам вести всю свою деятельность и он обращается к бухгалтерам, если это ему необходимо. То есть он не может сам заполнить, например, или если уже там обороты большие, большие доходы и вести самостоятельно свои учеты не представляется возможным, то тогда да, бухгалтер рекомендуется. Имеет ли право индивидуальный предприниматель нанимать работников? Если да, то сколько он может нанимать и какие у него перед ними обязанности? Индивидуальный предприниматель имеет право нанимать работников. В зависимости от системы налогообложения могут, если, допустим, это упрощенная система, то до 130 сотрудников. Если же это общая система, то там уже количество не ограничено. То есть сотрудников можно нанимать много, но на общей мало кто остается, так как эта система не является выгодной предпринимателем. Что касается оформления, то должны быть официально оформлены сотрудники трудовым договором. Предприниматель обязан уплачивать страховые взносы в размере 30% от своих доходов. Проценты зависят от системы налогообложения. То есть тут уже нет, что это ИП или юрлицо. То есть само название индивидуального предпринимателя, оно означает, что физлицо ведет свою деятельность на правах юрлица. То есть он имеет почти такие же права, как и юридическое лицо. То есть он выбирает себе систему налогообложения и уплачивает налоги в зависимости от ставки, которая на этой системе есть. Почему мне выгоднее задействоваться как ИП, чем официальная фирма, официальная организация? Официальные организации, они выгоднее, если это, допустим, несколько учредителей, если это планируются большие обороты, большая фирма, то есть много сотрудников. То есть там уже проще и ввести бухгалтерскую отчетность, и заключать какие-то сделки, и в целом отвечать за имущество организации. Как не ликвидировать ИП? Ликвидировать ИП на самом деле тоже очень просто. Нужно написать заявление на закрытие ИП. То есть это можно сделать также у нас. Для этого понадобится только паспорт. Несмотря на то, что будут какие-то налоговые долги на ИП, ИП все равно закроется. Просто на едином налоговом счете останется вот этот долг, который нужно будет уплатить. Уплатить.